Клад из прошлой жизни или наследство от пирата Пиратский брик «Чёрный принц» шёл полным ходом к необитаемым островам Карибского бассейна. Капитан судна «Дикий Джек» торопился. Необходимо было встать на срочный ремонт ателлажа и правого борта судна. Но была ещё одна тайна, которую обдумывал капитан. При неполном парусном снаряжении «Чёрный принц» не мог развивать свою знаменитую скорость. В данной обстановке на море для него это было смертельно. Вот уже целый месяц за «Чёрным принцем» гоняются три корабля английского флота. Потеря в скорости для пиратов означала смертельный приговор. После вчерашнего боя такелаж на грот мачте и правый борт были серьёзно повреждены из орудий противника. Вчера с раннего утра пиратам удалось нагнать испанское торговое судно. Когда на «Чёрном принце» подняли флаг весёлого Роджера, торговое судно вместо того, чтобы сдаться, дало пушечный залп с левого борта. После продолжительного абордажного боя пираты понесли серьёзные потери. В ярости они перебили всю команду испанцев, не оставив никого в живых. Никого, кроме одного человека в весьма экзотической одежде. Это был буддийский монах в красном саньяси, напоминающий длинный европейский балахон. Во время боя капитан Джек увидел на палубе противника этого странного человека. В азарте боя Джек подскочил к нему и размахнулся своей абордажной саблей. Монах посмотрел Джеку в глаза, ни одно его движение или мимика не выдавали чувства страха или паники. Взгляды мужчин встретились, капитан секунду помедлил и опустил саблю. «Джон, этого не убивать, свяжите его и к нам на корабль в трюм», скомандовал капитан Старпому и устремился за смещающимся боем в сторону кормы. После боя пираты разграбили испанский корабль, а затем затопили. В этот раз пленных не брали. Ночью, когда команда пиратов праздновала победу, капитан Джек вызвал Старпома и приказал привезти к нему в каюту пленника. Через некоторое время на пороге появился монах. Его бритая голова мистически блестела в лунном свете. Джек предложил ему сесть на стул у стола и сел рядом. «Как тебя зовут?» – спросил Джек. «Ты меня сильно вчера удивил. Неужели ты не боишься смерти?» Монах немного подумал и сказал. «Я буддийский монах с Тибета. Зовут меня Санму». Начал неторопливо говорить ночной пленник. «Наше учение говорит, что душа человека бессмертна. После смерти она перевоплощается снова и снова из одного тела в другое. Мы буддийские монахи. Не боимся смерти». В каюте капитана было тихо. Лишь волны моря до скриптокелажа нарушали неторопливую речь монаха. «Я наслышан о ваших чудесных возможностях», – сказал Джек. «Но меня интересует один существенный нюанс с перевоплощением. Могут ли ваши методики перенести информацию в следующее воплощение?» Джек встал и заходил по каюте. Его очень интересовал этот вопрос. Этот вопрос терзал его давно. Богатства накоплены. Но любой следующий бой для него может оказаться последним. А так хочется, если верить в реинкарнацию, обеспечить себе достойный старт в следующей жизни. «Да, могу», – вдруг кратко ответил Сан Мун. «Но этим даром обладают очень небольшое количество монахов. Это редкий дар и результат особых знаний и тренировок». Джек сел за стол, налил себе рома, выпил и задумался. Монах сидел на стуле и внимательно смотрел на пирата. «Послушай, монах», – вдруг резко сказал Джек, – «я предлагаю тебе сделку. Я очень богат, и часть своего богатства я хочу передать себе после нового воплощения. Ты обеспечиваешь мне эту небольшую услугу, а я подарю тебе жизнь и отпущу с миром. Ну и, конечно, ты мне поклянешься, что эту тайну никому не расскажешь». Оба мужчины замолчали. После долгой паузы Сан Му сказал, – «Я согласен, но только мне необходимо присутствовать при событии, которое надо отправить в века времени и провести особый ритуал». Ну вот и славно, – обрадовался капитан и протянул руку монаху. Их рукопожатие было крепким, как обещание и клятва, данное друг другу. На утро пиратский Брик встал на якорь в бухте необитаемого острова. Джек выдал распоряжение по ремонту корабля и забору пресной воды. «Послушай, Джон», – обратился капитан к Старпому. «Я возьму шлюпку и отправлюсь с этим монахом на остров». «Вы в этом уверены, сэр?» – выразил озабоченность старший помощник капитана. «Может направить с вами несколько абордажников?» «Они с удовольствием составят вам компанию?» «Нет, Джон, я хочу на этом острове кое-что припрятать, так что мы поедем с монахом одни». «А монах вам зачем?» – поинтересовался Старпом. «Для компании», – ответил капитан, запихивая пистолет себе за пояс. Джон погрузил в шлюпку небольшой сундучок, помог монаху пересесть в шлюпку, сел за весла и поплыл к острову. После двух часов поиска подходящего места, наконец, Джек увидел небольшую пещеру. Капитан перекинул сундук на другое плечо и зашел с монахом внутрь. В самом конце пещеры он поставил в одну из ниш в стене сундук и заложил его камнями. Отойдя на несколько шагов назад, пират, оценивающий, посмотрел на качество маскировки и сказал «Ну, монах, Санму, теперь дело за тобой». «Встань рядом с кладом», – потребовал монах. Джек повиновался и стал ждать. Монах мгновение весь преобразился и, делая какие-то манипуляции руками, запел гортанным голосом. Очнулся Джек от того, что кто-то бьет его ладонью по щекам. Затем крепкие руки взяли его и поставили на ноги. «Ритуал завершен», – сообщил монах. «Но так как ты плохо его перенес, у меня нет уверенности, в каком из воплощений ты получишь эту информацию. Но ты ее получишь, это точно». Через некоторое время, когда Джек окончательно пришел в себя, они направились к выходу из пещеры. Джека все еще пошатывало. Он смотрел на спину впереди идущего монаха и в нем боролись две сущности. Первая – человек заставляла выполнить данную монаху клятву. Вторая – пират, которая призывала убить свидетеля. Победила сущность пирата. Джек выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в спину впереди идущего монаха. Монах вздрогнул, повернулся лицом к капитану и упал замертво. Через три дня пиратский брик «Черный принц» отходил от острова. Дикий Джек стоял на капитанском мостике. Его ноги были широко расставлены, спина прямая. Он стоял, словно высеченный из камня. Джек смотрел на уходящий за горизонт остров. Он смотрел, не моргая, несмотря на ветер и качку. Джек знал, что запомнит этот остров. Запомнит на всю жизнь, а может и на следующую. Через неделю брик капитана Дикого Джека в тумане вышел на английскую флотилию и дал свой последний смертельный бой. В утренней тишине зазвучал мощный звук двигателя самолета Боэн, заходящего на посадку. В больничной палате очнулся человек, видимо разбуженный этим резким звуком. Этим человеком был гражданин Смит. Занимающийся сомнительными делишками, самые безобидные из которых – это торговля краденными автомобилями. В палату вошел врач. О, господин Смит, я рад, что вы очнулись. Операция прошла успешно. Жизненные органы не повреждены. Скоро к вам прибудет полицейский для выяснения, где вы получили огнестрельное ранение. Врач осмотрел Смита, дал рекомендации медсестре, и они вышли из палаты. Смит снова закрыл глаза. Он пытался вспомнить странный сон или видение. Вот он пират, затем сундук с драгоценными камнями и золотыми монетами. Остров, пещера. Да, он все вспомнил. Уже через неделю Смит летел на самолете на курорты Карибского моря. Как только самолет приступил к снижению для посадки, Смит с нетерпением начал вглядываться в проплывающие внизу острова Карибского бассейна. Это он. Он узнал этот остров. Он не мог перепутать его очертания ни с каким другим. Казалось, что он раньше не раз видел этот остров. Его рельеф, контуры и даже цвет намертво зафиксированы памятью Смита. В аэропорту Смит купил туристическое снаряжение и направился в порт. Там он арендовал рыбацкий катер и вышел в море. На расспросы рыбака он ответил, что он ученый-ботаник и что его интересуют дикие, незаселенные людьми острова. Обрадованный хорошей оплатой рыбак выжимал из катера максимальную скорость. Море было спокойное и уже через 4 часа на горизонте появились очертания острова. Как только катер встал на якорь у береговой полосы, Смит спрыгнул в воду и по пояс в воде поспешил к берегу. Смит зашел в лесной массив острова. Он безошибочно знал, куда идти. У небольшой скалы он остановился и начал разгребать камни. Через некоторое время открылся вход в пещеру. Смит включил фонарик и начал осторожно пробираться внутрь пещеры. Через несколько метров он увидел человеческий скелет в истлевших лохмотьях. Смит устремился дальше, туда, где в стене пещеры должен быть тайник с кладом. Отбросив камни, Смит вытащил из ниши пещеры сундук. Его сердце бешено колотилось. Руки тряслись. Выждав паузу, с трудом восстановив свое дыхание, Смит открыл сундук. В сундуке на самом дне лежал старинный золотой дублон и записка. Смит оттолкнул дублон в сторону, схватил записку и начал читать. На старом листе бумаги было написано. «Ты нарушил нашу клятву. Я прошел перевоплощение раньше». Смит в ярости до боли в суставах сжал в кулаке записку. Ноги его подкосились, и он в изнеможении опустился на холодные камни пещеры. Субтитры создавал DimaTorzok